Кстати, сегодня прилетает Бэнд Плей и Кей Глок в Барсу, я встречаюсь с ними там через 3 часа где-то так, так что сегодня знаменательный день на самом деле для меня. Как мы все знаем, Кезару один из немногих артистов, которые на постоянной основе делают фиты с зарубежными звездами. Конечно, в русском рэпе хватает людей, которые делали коллабы с иностранцами. В списке есть Фараон, Джимбо, Моргенштерн, Рахим и многие другие. Однако именно Олег чаще всех записывает треки с рэп-звездами из США. На его релизе First Day Out есть фит с Дюк Дьюсом. Возможно, вы не знаете, кто это такой, но поверьте, в зарубежной рэп-игре это довольно заметный исполнитель. Самое интересное, что Олег не собирается останавливаться. На трансляции, которая предваряла выход новой пластинки, Кезару сообщил, что он вдохновился стилем лейбла Paper Root Empire, а именно треками покойного Янг Долфа. Также на него повлиял и Кей Глок. Последний приехал в Барселону вместе с продюсером Бэнд Плеем, который спродюсировал уже много треков для Кезару. Видимо, нам стоит ожидать трек от этих трех звезд. Что ж, давайте поговорим о том, какой трек у них может получиться. А также о том, кто же такой Кей Глок, о котором вы, наверное, знаете не так уж и много. Поехали! Все же вы знаете, как Морген Штерн на самом деле любит своих подписчиков. Специально для них была создана телега «Халява от Моргена». Там уже произошел крупный слив фастфудов вроде «Вкусные точки», дающий возможность ежедневно питаться бургерами по одному рублю за штуку. А из последних крутых новинок – промокоды для подписки на онлайн кинотеатр ВИНК и кэшбэк от банка «Открытие». И все это бесплатно. В перемешку с новостями из жизни Моргена ребята делятся сливами уникальных купонов и скидок, которых нет больше ни в одном канале. Заказывайте за копейки вкусняшки из Яндекс.Маркета в KFC Бургер Кингов. Ну а Морген поможет вам на этом сэкономить. «Халява от Моргена» Ссылка в описании. Вчера мы выпустили видео, где собрали все более-менее заметные реакции на First Day Out. Можно сказать, что мнения в нашей рэп-игре разделились. Кто-то считал, что проект Кизару получился довольно интересным, а кто-то уже по традиции обвинял Олега в том, что он строит из себя гангстера. Так или иначе, новый релиз Кизару стал событием. Это было очевидно сразу. Особенно это было событием для OG Будды. Сам Олег сразу после выпуска не прекратил свою деятельность и не уехал на каникулы. Он продолжил радовать людей анонсами совместных работ с Кейглоком и новыми сниппетами. Также он написал пост, в котором поблагодарил своих слушателей за поддержку. Вот цитата. «Этот год выдался тяжелым для меня и моих близких, но я собрался и доделал свой задуманный проект. Мой новый LP First Day Out уже на всех площадках. Спасибо всем за любовь, поддержку, веру в меня и мое дело. Без вас ничего бы не было. Я люблю вас. В такое тяжелое время мне бы хотелось зарядить вас энергией, чтобы мы прошли через все испытания и трудности. Огромное спасибо всем, кто принял участие в создании альбома». И затем Олег начал активно тизерить свою будущую и совместную работу с Кейглоком. Например, помимо фото, где они втроем сидят в каком-то офисе, в сети появилось видео от Олега, где видно, что он тусуется на сцене концерта Кейглока в Барселоне. Вообще про возможную совместку с Кейглоком Кезару говорил довольно давно. Уже три года назад было понятно, что эти два артиста неплохо общаются. Например, они вместе выходили в прямой эфир. А вот что говорил Кейглоком про фит с Глоком три месяца назад. Бро будет фит с Глоком, мы сейчас общаемся, и может быть будет Глок, не знаю, посмотрим. Следующий альбом очень агрессивный будет, ребятки мои. Тут можно увидеть сниппет от Олега, который называется Paper Root Empire. Это, к слову, название лейбла, на который подписан Кейглока, который занимался делами Янг Долфа. Конечно, если фит с Кейглоком у Олега все же выйдет, то этот трек стрелит сильнее, чем его фиты с Торри Лэйнзом и Смоук Пёрпом. Думаю, мне надо объяснять почему. Тем не менее, не все из нашей аудитории знают, кто же такой Кейглок. Поэтому мы расскажем вам о нем. Кейглок родился и вырос в южном районе Мемфиса, штат Теннесси. Когда ему было чуть больше года, его мать села в тюрьму, где провела более 16 лет. Отец Глока тоже покинул семью, поэтому его воспитывала бабушка. По словам рэпера, жизнь в южном Мемфисе была вопросом естественного отбора. В бедных районах этого города криминальная обстановка настолько обостренная, что выживание становится ежедневной борьбой. Вот цитата Глока. Это похоже на джунгли, только бетонные. Все еще есть добыча и хищники. Съешь или будь съеденным, вот что там происходит. Глок также шутил, что он похож на Топака в том плане, что он тоже по очереди со своей матерью сидел в тюрьме. В интервью XXL Кей Глок говорил, что в школе учился очень хорошо, однако плохо себя вел вне занятий. Кей Глок отсидел 90 дней в тюрьме после того, как был осужден за нападение при отягчающих обстоятельствах, когда ему было 18 лет. По данным полиции, 3 марта 2016 года рэпер вытащил пистолет и начал стрелять в центре ресторана в Мемфисе. В результате рикошета пули попали в ноги трем людям. Все пострадавшие, две женщины и мужчина, после стрельбы были госпитализированы. Позже Глок был арестован и обвинен по трем пунктам в нападении при отягчающих обстоятельствах. Глок записал свой первый фристайл-трек Ain't No Way Around It в 11-м году, когда ему было 12 лет. В 16-м году, после того срока в тюрьме, он захотел продолжить карьеру и стать профессиональным рэпером. Его тетя связалась с Янг Долфом, другим известным рэпером из Мемфиса, двоюродным братом Кей Глока по матери. Так они и начали свое творческое сотрудничество. 1 января 2016 года Кей Глок выпустил свой первый микстейп, Whole Lotta Erfang. В 17-м году он подписал контракт с лейблом Paper Root Empire, который работал и с Янг Долфом. 15 июня 2017 года Кей Глок выпустил свой второй микстейп, Glock Season. Single Racks Today, On My Soul и Dig Dead из микстейпа были самыми заметными и неплохо разошлись по сети. Кей Глок выпустил свой третий микстейп, Glock Bond, 1 февраля 2018 года. Микстейп был назван в СМИ исключительным и включал в себя самый большой хит рэпера под названием Russian Cream. 7 июня 2018 года Глок выпустил хитовые клипы трек Big Body Bands через World Star Hip Hop, работая над своим следующим проектом под названием Glock Coma. Если говорить про фиты с Янг Долфом, то одним из самых заметных таких треков стал хит мейджор. На этом клипе сегодня более 100 миллионов просмотров. Критики из изданий The Fader и XXL охарактеризовали музыку Кей Глока как уличные истории, рассказанные с чувством юмора. Его музыка сосредоточена на борьбе на улицах Южного Мемфиса, окруженных бандитизмом и торговлей веществами. Глок вырос, слушая Лил Уэйна и Гуччи Мэйна. Однако в интервью XXL он объяснил, что наибольшее влияние на него оказала 3-6-мафия. К слову, с Гуччи Мэйном у него даже есть фит. 5 марта 2021 года Кей Глок и Янг Долф выпустили сингл Aspen и анонсировали продолжение совместного альбома Dumb and Dumber, которое было выпущено 26 марта. Однако уже в ноябре прошлого года Янг Долф был убит. Трудно себе представить, какое горе пережил Кей Глок, ведь Долф был ему не просто коллегой, а настоящим братом, пусть и двоюродным. Понятное дело, что рэпер не мог не увековечить память Долфа. Лейбл Paper Root Empire выпустил полноценный альбом, где все участники организации зачитали куплеты, посвященные Янг Долфу. А на сегодня у нас все. А что вы думаете по поводу будущей совместки Кезару и Кей Глока? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok